На минувшей неделе мы наблюдали за тем, как европейские лидеры обновляли свои автопарки. И если президент Франции выбрал достаточно скромный кроссовер DS7 Crossback, то новый канцлер ФРГ Олаф Шольц решил списать Ауди, доставшиеся от Ангела Меркель, заказав несколько роскошных и, честно говоря, фантастически дорогих Мерседесов. Из новостей поближе — внезапное нашествие китайских новинок. Так в Россию прибыл кроссовер V-Bestum T77, а марка Dongfang пообещала привезти лицензионную копию пикапа Nissan Navara. У Chery вообще целая россыпь премьер, включая амбициозный паркетник Amoda 5, которому поручено покорить российский рынок. А еще нельзя не порадоваться тому, что Всеволожский завод Форда наконец обрел нового владельца. А также тому, что Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2. Первую часть этого выпуска мы целиком посвятим автопарку власть имущих. И начнем с президента Франции Эммануэля Макрона, известного своей скромностью. Ведь большую часть своих перемещений глава Пятой Республики совершал на почти стандартном хэтчбеке Renault Velsatis, что сильно радует французских налогоплательщиков. Тем любопытнее, что служба протокола вдруг заказала для своего шефа особенную версию паркетника DS-7. Донором выступил полноприводный гибридный вариант, где турбо-четверка 1.6 и отдельный электромотор суммарно выдают 300 сил. Ради пущего комфорта машину удлинили на 20 см, а ради безопасности обвесили броней. Класс бронирования остался секретом, но можно предположить, что уровень защиты весьма скромен. Уж слишком тонкие здесь боковые стекла. Вместо трехместного заднего дивана президентскому изданию положены раздельные кресла. Разумеется, с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Между ними смонтирован широкий подлокотник, где есть держатели для документов и зарядка для гаджетов. В плане декора все очень скромно. Для окраски кузова традиционно выбран чернильный синий. Плюс по кузову и в салоне разбросаны шильдики с французским триколором и надписями «Французская республика». Кстати, интересный нюанс. В гамме премиальной марки DS старшей моделью считается седан DS9. Вот только девятку делает китайский завод концерна Stellantis. А потому именно DS7 посчитали транспортом более подходящим французскому президенту. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель предпочитала передвигаться на длиннобазных Audi A8. А вот новый председатель немецкого правительства отказался донашивать ингольштадтские лимузины своей предшественницы, заказав новенькие Мерседесы. Так будущим транспортом Олафа Шольца станет новейший Мерседес-Бенц S680 Гуард. Немецкие СМИ уточняют, что каждая машина будет стоить бюджету минимум полмиллиона евро. Притом пока непонятно, сколько штук заказано службой безопасности – две или три. Сам броневик построен на основе длиннобазной эски. Его броня убережет пассажиров от очереди из автомата и остановит бронебойную пулю, выпущенную из снайперской винтовки Другунова. Под капотом прописался заслуженный 12-цилиндровый двигатель М279, который среди небронированных С-классов доступен только Майбахам. Кроме того, бронеседану впервые достался полный привод. Кстати, производство одного такого автомобиля занимает 51 рабочий день, плюс очередь, которую приходится занимать всем заказчикам, независимо от состояния и статуса. Интересно, получится ли новому немецкому канцлеру заиметь Мерседес-Бенц вне листа ожидания. Российское представительство Chirri опубликовало график выхода актуальных новинок. И главной премьерой следующего года станет новейший кроссовер Amoda 5. Это, как уверяет пресс-офис, представитель следующего четвертого поколения автомобилей Chirri. Несколько неожиданный, но однозначно современный дизайн, с ячеистой решеткой, двухэтажной оптикой и сложно сочиненными боковинами. Нарисован 54-летним Стивом Юмом, что успел поработать на Ford, Hyundai и GM. Интерьер также скроен по последней моде. Так что переднюю панель венчает пара огромных экранов, приборного и медиасистемы. И, конечно, вместо классических клавиш и рукояток применены вездесущие сенсорные панели. Одноклассник ниссановского Qashqai предложит 200-сильный турбомотор, преселективный робот, но только передний привод. Хотя наличие задней многорычажки теоретически позволяет установить трансмиссию 4х4. На этот автомобиль Chirri делает огромную ставку. Поэтому дизайн, название и агрегаты сразу подобраны из расчета на экспорт. А первыми распробовать стильный паркетник предложат россиянам и бразильцам. Наконец, под занавес следующего года Chirri планирует начать продажи некоего кроссовера с полностью электрической начинкой. Скорее всего, им окажется Chirri EQ5, который увидел свет летом прошлого года. Его полностью новая архитектура разрешает установку пары двигателей, но для паркетника избрали одномоторную схему. Электрический двигатель расположен сзади, поэтому этот Chirri вполне логично имеет задний привод. Презентуя модель, китайская марка похвасталась алюминиевым кузовом, а также пробегом на одной зарядке. Он составляет более 500 километров. Марка V после нескольких отсрочек, наконец, вывела компактный кроссовер Bestun T77 на российский рынок. К нам прибудут машины пяти оттенков, причем для белых, синих и желтых можно выбрать контрастную черную крышу. Внешне 77-й радикально отличается от остальных автомобилей китайской марки. Дизайнеры решились на достаточно дерзкие формы кузова, а интерьер своим стилем напоминает Мерседесы. Силовой агрегат – полуторалитровый бензиновый турбомотор, с которым могут быть состыкованы или шестиступенчатая механика, или семиступенчатый преселектив. Привод – строго передний. В список оснащения базовой версии Luxury входит система стабилизации, передние подушки безопасности, климат-контроль, светодиодная оптика, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и камера заднего вида. Также ФАУ готов предложить панорамную крышу, электропривод кресла водителя, 12-дюймовый тачскрин медиа-системы, обивку салона эко-кожей и бесключевой доступ. При таком богатстве оснащения стартовая цена на уровне неполных 2 миллионов рублей выглядит вполне адекватной. А ведь есть еще более дорогая версия – Престиж, к которой через некоторое время присоединятся топовые комплектации – Elite и Premium. В 2018 году японский Nissan поручил своему китайскому партнеру компании Dongfeng неожиданную задачу – взять пикап Navara актуального образца, для которого сделать упрощенную версию с максимальным использованием недорогих компонентов. Так появился Dongfeng Reach 6. Чтобы бюджетная новинка отличалась от оригинального прародителя, ей провели серьезную пластику, соорудив совершенно другой передок, а также слегка подправив оформление кормы. Интерьер китайскому родственнику достался более простой, зато лестничная рама, каркас кузова и шасси остались родными – ниссановскими. При этом Reach 6 оказался сразу на 40% дешевле исходной Navara. Моторы – лицензионные четверки, бензиновая и дизельная. Притом для агрегата на солярке можно заказать 6-ступенчатый автомат. Привод жесткоподключаемый полный. Так вот, сейчас 6-й Reach проходит обязательную сертификацию, чтобы через несколько месяцев выйти на российский рынок. Российские дилеры начали предлагать новое поколение С-класса. Цены были объявлены еще прошлой весной, в апреле, но живые машины прибыли только сейчас. Причем, как нетрудно догадаться, с подросшими ценниками. Напомним, что свежему Mercedes C-класса отрядили платформу и дизайн флагманского S-класса. Разумеется, с некоторыми упрощениями. У младшей модели нет шестицилиндровых моторов и выдвижных ручек, но есть полноуправляемые шасси и матричные фары. Фотографии салона вообще оставляют ощущение дежавю. Ведь цифровая панель приборов и монументальный тачскрин медиасистемы сначала появились на S-ке, а теперь перешли C-классу. Добротное наследство, не правда ли? За которое придется изрядно доплатить. Если за прежнюю C-шку просили около 3 миллионов рублей, то за новую почти на 700 тысяч больше. Притом базовой машине полагается скромный полуторалитровый мотор. А с полным приводом и 200-сильным движком седан вообще стоит сильно больше 4 миллионов. Еще повысить стоимость поможет спортпакет AMG Line, в который входит заниженная подвеска, особый внешний стайлинг и другие псевдоспортивные опции. Правда немцы не стали мелочиться, так что базовая версия включает комбинированную обивку сидений, виртуальные приборы, большой экран медиа-системы, двухзонный климат-контроль и прочие плюшки вроде автоматического парковщика и светодиодных фар. Приятным бонусом идет разве что чисто немецкая сборка. Младшее семейство решено оставить без российской прописки. Но стоит ли все это, таких денег решать покупателю? Ведь Audi A4, Volvo S60 и BMW 3-й серии обойдутся намного дешевле. Кстати, по цене C-класса можно взять электрические мини. Батарейную трехдверку хотят продавать за 3 миллиона 600 тысяч рублей, но с важной оговоркой. Если российские власти все-таки повысят возные сборы и пошлины, стартовая цена окажется еще выше. За эту сумму фанатам зеленого образа жизни предложат трехдверный кузов, передний привод и электрический мотор отдачей около 200 сил. Небольшой батарейки должно хватать на две сотни километров. В список базового оснащения входят адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, продвинутая медиа-система плюс беспроводная зарядка для смартфонов. Для сравнения, злой и страшный мини, подготовленный самим ателье John Cooper Works, нынче стоит заметно дешевле своего электрородственника от 3 миллионов рублей. И найдутся ли желающие поставить экологию выше спорта? О том, что для бывшего фордовского завода во Всеволожске неожиданно нашелся покупатель, на прошлой неделе стало известно из интервью губернатора Ленинградской области. Правда, тогда Александр Дрозденко отказался назвать будущего владельца. Напомним, что этот конвейер остановился летом 2019 года, как только Форд принял решение свернуть выпуск и продажи легковых моделей на российском рынке. До этого предприятие мощностью 125 тысяч автомобилей выпускало Фокус и Мондео. Впрочем, как сообщает деловой Петербург, к выпуску автомобилей ленинградская площадка больше не вернется. Ее покупает подразделение промышленного концерна Hyundai Group для производства автомобильных чехлов. В бывший фордовский завод будет вложено около 7 миллиардов рублей, а численность персонала составит 520 человек. Очевидно, что главными потребителями этих самых чехлов окажутся марки Hyundai и Kia. Стоимость сделки не уточняется, однако ранее телеграм-канал «Русский автомобиль» намекал, что она невысока. Дескать, крыша основного здания протекает, а коммуникации требуют серьезного ремонта. На трассе в Абу-Даби прошел последний в этом сезоне этап чемпионата Формулы-2. Одним из его главных героев стал россиянин Роберт Шварцман, которому результативное выступление на ближневосточной трассе принесло второе место в общем зачете серии. Главным соперником россиянина в борьбе за вице-чемпионский титул был китайский пилот Гуаньюй Чоу. Перед началом уикенда он отставал от Шварцмана всего на 13 баллов, при том, что за одни выходные можно заработать 65 очков. В обеих субботних гонках Роберт активно пользовался ошибками соперников и совершал яркие обгоны, в результате чего утренний заезд закончил на четвертом, а дневной на втором месте, в сумме отыграв 8 позиций. В воскресенье петербуржец долгое время держался на третьей позиции, однако в конце заезда уступил атакам соперников и в итоге пересек линию финиша пятым, что впрочем не помешало пилоту сохранить за собой вторую позицию чемпионата. Пилот СМП Рейсинг не только стал вице-чемпионом в личном зачете, но и во второй раз подряд помог коллективу према завоевать командный титул. К слову, в следующем году россиянин не будет выступать в младших формулах, но это уже тема отдельной новости. Субтитры создавал DimaTorzok